О Сочи, точнее, бесконтрольном строительстве на курорте, сегодня не говорить только ленивые. На одном из федеральных каналов идет так называемый разбор полетов. Проверки и выемка документов, совещания, на которых говорят о бездействии в решении проблем, шквал критики понятен. Город десятилетиями застраивался беспорядочно, и число незаконных строек одно из самых высоких. Недострой, оказавшийся самостроем. Этот жилой дом, выросший на дорогом кулачке земли, под пальмами, в частном секторе, как установили надзорные органы, построен с нарушениями. По документам здесь 8 этажей, по факту 9. Более того, со слов специалиста БТИ, здание и вовсе готово к эксплуатации. Представитель краевого БТИ под домашним арестом. Но что все это время делали власти Сочи? Бездействовали, делают вывод зрители федерального канала. Спросить представителей мэрии авторитетные СМИ не посчитали нужным. А если бы спросили, то картина им открылась куда более интересная. О том, что на улице Просвещения 50 строится совсем не индивидуальный жилой дом, как по документам, в мэрии узнали, когда там начали возводить лишь второй этаж. И тут же было подано исковое заявление в суд. По указанному объекту администрации города Сочи был заявлен ряд обещательных мер, в том числе запрет на строительные работы, запрет даже на нахождение на объекте указанном, запрет на нахождение на земельном участке, запрет обязательно администрации заявила о реализации данного объекта, чтобы не перепродали и не обманули граждан. Вместе с тем, несмотря на ряд заявленных обещательных мер, судом был арест не наложен на запрет строительных работ. Процесс напоминает перетягивание каната. Исковое требование о прекращении стройки администрация подает, суд отклоняет. А если не запрещено, как говорится, значит разрешено. В итоге девять этажей на просвещение стоят нерушимы и ждут покупателей. Между тем город неоднократно писал письма в федеральное собрание, в правительство страны с просьбой ужесточить санкции за самовольное строительство. Пробел в законодательстве есть, и о нем хорошо известно нечестным застройщикам. Никто не контролирует строительство индивидуальных жилых домов, а значит можно делать на земле все, что угодно. Контроль по закону ведется только над многоэтажным строительством и только федеральными и краевыми ведомствами. Муниципальные власти лишены таких полномочий. Как следствие, на земле ИЖС вырастают каменные высотки, а дальше дело техники. Застройщики обращаются в суд, стройку признают законной, квартиры раскупаются, как горячие пирожки. Так произошло и с домами на улице Белорусская. Судьба этого объекта теперь под вопросом. Люди, вложившие в строительство миллионы, в неведение. Жильцы соседних домов удивляются, почему местные чиновники изначально не вывели на чистую воду нечистоплотных строителей. Как раз таки местные власти это выявили еще на стадии фундамента. Многоквартирный жилой дом появился на земле под ИЖС. Но трех этажей собственникам показалось мало. Этажи растут, на привлекательный ценник клюют покупатели. А дальше история, как под копирку. Администрация подает иск о сносе самоволки в суд, но высшая инстанция требований администрации отклоняет и признает право собственности застройщика на уже многоквартирные дома. То есть фактически этажи на земле ИЖС становятся законными. Все последующие иски администрации к застройщику суд не принимает во внимание. Последнее определение Краснодарского краевого суда – дом стоит на законных основаниях. По словам представителя муниципального земельного контроля, эту и многие другие стройки на курорте можно было вовремя проконтролировать и пресечь, если бы у городских властей были на то полномочия. Контролировать соблюдение правил землепользования и застройки власти Сочи могут лишь на муниципальных участках. Орган местного самоуправления ни в коей мере не наделен полномочиями по надзору и контролю за строительством объектов капитального строительства, в том числе и объектов, имеющих признаки многоквартирных домов. Эта компетенция отнесена строго к органам федеральным, которые осуществляют государственный строительный надзор. Администрация города Сочи в инициативном порядке пыталась на законодательном уровне внести изменения в гражданский кодекс части ужесточения борьбы с самовольным строительством. В частности, законодатель нас услышал, в гражданский кодекс часть 4, 222, были внесены изменения, которые позволили органам местного самоуправления в административном порядке осуществлять снос самовольных построек. Именно эти поправки помогли сдвинуть дело о самоволках с мертвой точки. В апреле этого года под Ковш пошел самострой в Амеретинской неизменности. Теперь на этом месте чистая площадка, которая, кстати, долго пустовать не будет. Сочинские власти выступили с инициативой внести поправки к закону о нарушениях правил строительства, в котором четко прописаны санкции, грозящие за самоволку, беспрецедентное предложение изымать у нарушителя участки, на котором был возведен объект. Кроме того, в мэрии курорта предложили создать муниципальный контролирующий орган строительного надзора, который позволит еще на этапе разметки участка ПДЖС или садоводства контролировать строительство. Предложение властей Сочи уже одобрили в Совете Федерации. Сейчас поправки к закону отправлены на подпись президенту России.